Здравствуйте! Меня зовут Русалина Султанова. Я старший менеджер компании «Арифлэйм». Очень часто человеку бывает необходимо упасть на дно жизни, чтобы захотеть снова подняться, расправить свои крылья. У меня была совершенно другая ситуация. Я была студенткой престижного университета БГУ, престижного факультета. На юридическом факультете я училась очно, а еще я училась заочин в педагогическом университете. У меня были карманные деньги, у меня родители нашли квартиру, я жила на квартире, училась, и все было отлично. И тем не менее мне захотелось большего, потому что даже дерево, если не растет вверх, оно погибает. Я решила для себя. Если стоять на месте, на этом уровне, то человек тоже потихоньку погибает. Поэтому мне захотелось в самостоятельности доказать себе, поверить в себя, доказать себе, что я могу. И поэтому я пришла в Арифлейм изначально, осознанно, обдумав, изучив весь план маркетинга, сравнив с другими компаниями. У меня получилось так, что я пришла к своей подруге с предложением сетевого маркетинга. Она мне предложила взамен похожий Арифлейм. Сравнив два плана маркетинга, я выбрала Арифлейм, потому что преимуществ намного больше. И даже сейчас, когда я уже в Арифлейме несколько лет, я очередной раз убеждаюсь, что ни один план маркетинга другой компании не выдерживает критику по сравнению с Арифлеймом. Зарегистрировавшись, изначально мы начали строить команду, зарабатывать деньги. И мы со своей подругой сняли квартиру, приглашали людей чайными кружками. То есть всех приглашали к себе в гости на чай. Учили своих консультантов и всех звали к себе в гости на чашку чая. И в один момент у нас был такой конвейер, что мы не успевали поговорить с одним человеком, уже приходили новый поток. И поэтому на кухне у меня была подруга ответственная, она со всеми чай пила. Я разговаривала уже в другой комнате, уже рассказывала про план маркетинга. Так мы вместе вышли быстро, я на 15%, а так как я у нее зарегистрирована, она вышла на 18%. То есть, учась на четвертом курсе, и у меня был доход 7-8 тысяч через каждый 21 день. У нее был уже доход 10-12 тысяч через каждые 3 недели. Потом я вышла замуж, забеременела, родила ребенка, отрифлейм отошла. За время, то есть после брака я закончила оба университета, после того, как закончила юридически. У меня был такой момент, когда я задумалась над тем, почему мне это надо было, зачем я училась в двух университетах, тратила на это время, тратила на это деньги. Хотя я училась на бюджетном, но тем не менее, расходы все равно университет дает. И потому что даже имея образование, имея корочку, очень трудно устроиться, будь то юристом, будь то педагогом. Благо у меня мама тоже юрист, даже она, имея свои связи, своих знакомых, я устроилась в суд, в Уфе, в районный суд, специалистом. И только тогда я поняла, что учиться, работать специалистом с утра до вечера по графику не очень интересно по сравнению с работой в рефлайме. Потому что, когда я получила образование, получила престиж, получила признание, устроилась на работу, мне оклад поставили 890 рублей. Ну плюс там с надбавками получалось у меня в месяц 2100 рублей. Это работник суда специалистом. Хотя у меня на транспорт только доехать и обратно вернуться, у меня бы уходило где-то 1500 рублей без еды. Только тогда я поняла бессмысленность бесцельного обучения. Когда ставишь обучение как самоцель, понимаешь бессмысленность только когда заканчиваешь. И когда сталкиваешься один на один с жизнью и с ситуациями жизненными. Родила ребенка. То есть я поработала вместе с специалистом, потом родила ребенка и сидела на декретном отпуске. И во время декретного отпуска, проанализировав, сравнив, сколько платит за час моей работы в суде, сколько платит за час работы педагогу и сколько платит за час работы в рефлэме, я выбрала рефлэм. И недавно, месяца два тому назад, то есть 3 мая, я подключилась к акции рефлэм «Олимпийские огни». Тогда я была на уровне 3%. То есть во время моего декретного отпуска товар-оборот упал. И к моменту 3 мая 2008 года у меня уже было 3%. Но тогда, узнав про «Олимпийские огни», я захотела снова подняться, создать товар-оборот, получить максимум подарков от этой акции. Вообще, я считаю, что нужно жить по жизни, под девизом «берять в жизни все». Если компания дает такие возможности, почему бы не взять? И с 3 мая по 31 мая, то есть практически за месяц, я вышла на 21%. Почему мне это получилось и как у меня это получилось? Я считаю, я сейчас нового не скажу. Как надо приглашать, что надо говорить. Мне кажется, будет результат или нет, зависит от того, что у человека в голове. Вот для себя человек, если решит, что я могу, я это сделаю, мне кажется, что все получится. Потому что, когда я узнала про акцию, я узнала, что для того, чтобы выиграть машину, надо зарегистрировать 200 человек. Мы обсуждали с коллегой, как это сделать. Он говорит, господи, это же надо 200 человек найти и уговорить прийти в «Орифлейм». У меня была чуть-чуть другая мысль, я в ответ тогда уже ему сказала, да нет, это меня 200 человек ждут, 200 человек в огромном уфе, где миллион людей ищут, 200 точно ищут, где можно зарегистрироваться в «Орифлейм», просто они еще не нашли меня. Нет, просто надо с ними состыковаться. Так у меня, конечно, 200 не получилось, но больше 100 я зарегистрировала, и кто прошел шаг первый, я вышла на 21%. То есть, неважно, сколько лет, какое образование, есть ли знания, есть ли опыт, есть ли есть желание, есть ли поверить изнутри, мне кажется, можно достичь любой, любой цели. И вам этого же желаю. Меня зовут Тетяга Чуфлюра. Я золотой директор компании «Орифлейм». Присоединилась к компании «Орифлейм» я не сразу, даже после регистрации я сделала свой первый заказ через 11 месяцев, пришла покупать себе помаду. И осталось навсегда, понравилась продукция, еще понравилось то, что эта продукция нравится моему окружению. И так у меня пошли первые заказы, первые регистрации и первая школа обучения у моего талантливого, юного, но очень странственного наставника Альбины Хафизовой. В 2003 году, в феврале, я закрыла звание директора и уволилась с основной своей работы. Я более 20 лет проработала фельдшером на здравомпункте. И началась жизнь «Орифлейм». Я работала с теми людьми, у которых «Орифлейм» получалось очень хорошо. Они поменяли квартиры, покупали новые машины. И почему-то я это к себе не примеряла. Всегда думала, что у этих людей больше амбиции, они сильные, упорные. Но потихоньку я свое дело делала. И в этом году, весной, к дню своего дня рождения, я закрыла звание золотого директора. «Орифлейм» — это новая жизнь, где есть очень талантливые люди, которые становятся не только твоими друзьями, но и как бы частью твоей жизни. Эти очень люди, которые смотрят далеко, ставят цели. И такие упорные люди есть в моей структуре. Это Ермолаева Ольга, Иванова Наташа и мои подрастающие лидеры. Алексеева Валя, Алексеева Аля, Гафиатова Флюра, Аркадьева Лена. На сегодняшний день вместе со мной также работают мои первые консультанты. Низамова Маша, Халиулина Иссулу, Камалова Лили. Они очень любят нашу продукцию и пользуются. И на сегодняшний день они лет на 10 моложе выглядят, благодаря именно нашей продукции. Что я приобрела в «Орифлейм»? В «Орифлейм» я стала более уверенной, уверенной смотреть на завтрашний день. У меня команда из сильных, целеустремленных людей. И то, что я планировала себе новые звания, я, естественно, хочу добиться вместе с ними. Мне приятно, что благодаря «Орифлейм» я помогаю людям. «Орифлейм» дает такие возможности всем, где можно заработать большие деньги, где можно совершенствоваться, менять свое мышление, мировоззрение, становиться сильной личностью. Поэтому говорю своим новичкам, делайте что-нибудь в «Орифлейм». «Орифлейм» не заставит ждать, а даст достойное вознаграждение и хорошую зарплату, успех, здоровье. Это только нужно принять. Мои наставники, мои спонсоры Альбина и Эрик Хафизовы, я благодарна им за то, что они меня научили по-новому смотреть на жизнь, что они меняют мое мировоззрение, что они насыщают нашу жизнь интересными встречами, событиями. Что во мне изменилось? Естественно, я выросла профессионально, я стала уверенной, я решаю любые задачи, не теряюсь. В моем бизнесе мне помогает мой муж, моя дочь. Свои будущие я вижу в «Орифлейм», буду двигаться уверенно по карьерной лестнице на новые ступени. Здравствуйте, меня зовут Эрмалая Волька. В компанию «Орифлейм» меня пригласила моя подруга и моя соседка, стягачева Флюра. Я не сразу согласилась на ее предложение стать консультантом, как и многие, я думала, что в компании «Орифлейм» нужно много продавать, за это получать деньги. Оказалось, совсем не так. Флюра однажды постучала в мою дверь и предложила рассказать о маркетинг-плане, пригласила именно зарабатывать деньги. Я была поражена той информацией, которую она мне дала, откуда берутся деньги, за что их платят и что нужно делать. И, конечно же, согласилась. Последней точкой в принятии моего решения стать консультантом и начать работать была распечатка Флюра. На тот момент там была интересная и красивая цифра – 23 тысячи рублей. Я была очень поражена, потому что я, работая воспитателем детского сада, даже не мечтала о таких деньгах. Мы зарегистрировались, и для меня это новое дело. Не знаю, с чего начать, что делать. Ну и Флюра, как опытный наставник из помпсора, сказала, приглашая людей, показывая каталоги и ходя на школу. Каждый понедельник, как примерно ученица, я ходила в сервисный центр на школу Альбина. Показывала каталоги всем, кого я видела, с горящими бешеными глазами. И начала приглашать людей. Мой рост был, в общем-то, очень активным, моим бурным, хорошим для новичка. Я легко делала 150 баллов. Я начала приглашать людей 6-9%, 12%. И вот началась очень интересная работа. Как же я работаю, какие методы использую в своей работе? Я люблю работать со знакомыми людьми, проводить домашние кружки, домашние встречи, чаепития, потому что в такой непринужденной обстановке завязываются хорошие отношения с людьми и доносишь ту информацию, которую хочешь донести. Научилась делать мастер-классы. Оказывается, это очень интересный и действенный способ, когда женщина примеряет на себя косметику, когда она почувствует всю прелесть нашей продукции. Она сразу соглашается для консультанта или клиента. Теплый рынок — это хорошо, но я еще освоила и холодный рынок нашей работы. Очень много работаю с анкетами, очень много работаю с листовками. И многие консультанты в моей команде пришли именно с улицы, стали консультантами в моей команде. Все меняется, и за прошедшие несколько лет очень изменилась, конечно, моя жизнь. Раньше я и не мечтала, что я буду работать, что у меня бы жизнь такая будет интересная и насыщенная. А о такой зарплате, конечно же, даже и думать не могла. Сейчас это позволяет мне содержать семью, зарабатывать деньги, воспитывать двое детей. В общем-то, за свое будущее и за будущее своих детей я спокойна. Я знаю, что с Reflame я буду сытой, дети мои будут сыты, и у нас хорошее будущее. Для новых консультантов я хотела бы пожелать, посмотрите вокруг себя, кто вас окружает, какие люди живут за стенкой вашего дома. Может быть, они тоже ваши будущие директора, ваши команды. Здравствуйте. Зовут меня Башкова Ольга. До знакомства с компанией Reflame я уже 7 лет проработала в университете преподавателем. С компанией меня познакомила сестра, двоюродная сестра моего мужа. И первый человек, которого я пригласила в свой бизнес, это была моя одноклассница, у которой тоже был ребенок, как и у меня. Наши дети не ходили в садик, поэтому нам было достаточно сложно работать. Но нас это не останавливало. Осознание того, что мне это нужно, пришло не сразу. После того, как я поняла, что моя работа, на которой я уже проработала 7 лет, не может мне позволить того, что хочу я. Я поняла, что нужно что-то менять в своей жизни. Нужно начать делать то, что я никогда не делала. И я стала это делать. Я стала консультантом компании Reflame. В работе меня поддерживал мой спонсор, за что я очень ему признательна. Было сложно, было трудно, сложно было работать как на теплом рынке, так и на холодном. Мне хочется сказать пожелания для новичков, для тех, кто только начинает, для тех, кто переживает, боится, у кого есть свои страхи, что все это преодолимо, все это разрешимо и все это возможно. Сделать так, сделать то, что вы задумали, то, что вы запланировали. Компания Reflame дает возможности для всех. Нужно просто прийти и начать работать. Это как шведский стол, когда мы подходим и берем то, что хотим. Для меня это основная деятельность. Это общение с людьми, которое дает мне силу, энергию и возможность жить красиво, богато и счастливо. Здравствуйте! Я с небольшого, но очень красивого села Бешбуляк. Мне 32 года. Муж, двое детей. До Reflame у меня был свой небольшой бизнес. А теперь я директор компании Reflame. В Reflame меня пригласила незнакомая для меня женщина. Показывала каталог, научила, как регистрировать людей. И, то есть, далее она меня познакомила с вышестоящим директором Флюрой Тетягачевой. Я более углубленно начала узнавать бизнес в Reflame. И решила плотно взяться за этот бизнес. Самое главное в этом бизнесе быть целеустремленной и учиться их достигать. Мои первые консультанты, мои первые клиенты – это Исаева Ирина, Флюра Гафиятова, Нафиса Денисова, Алена Колпакова-Света. И сегодня они мои лидеры. Появились очень сильные консультанты. Мне нравится компания Reflame. В Reflame мне нравятся продукции. Я очень люблю делать мастер-классы, приглашать людей. Новичкам я хочу пожелать мудрости, целеустремленности. И также хочу пожелать упорства, поверить в себя и поверить в компанию. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Меня зовут Павел. Фамилия наша Ворончихина. Первым в компанию пришла моя супруга. Да, это действительно так. Я работала в школе педагогом-организатором. И всегда хотела быть завучем школы. И даже не думала, что я буду работать в косметической компании. Такой шикарной компании, как компания Reflame. Но у меня была всегда мечта жить в отдельной квартире. Иметь собственную квартиру. И я понимала, что в школе я никогда не смогу ее заработать. И я верю, что все в жизни не случайно. И в жизни предоставила такой шанс. В лице наших спонсоров, это Ирина и Володя Волковых. Они рассказали о возможностях компании Reflame, где я и увидела эту возможность заработать себе на квартиру. Сначала, может быть, не верила. Вера пришла тогда, когда я посетила большую мотивационную встречу в городе Казань. Я увидела красивых, интересных, успешных людей. Цветы, подарки, поздравления. И на самом деле тогда, только тогда мне пришло осознание, что это действительно крупная, мощная компания. И с этого все началось. Я очень рада, что на сегодняшний день ко мне присоединился мой муж. Да, действительно, я шел очень долго. Практически 4 месяца. Потому что для меня, а я работаю в милиции, для меня очень важно, что бизнес должен быть легальным. Да, я проверил, навел справки, бизнес действительно легальный. Работать очень интересно. Потому что, почему я пришел в компанию? Потому что я лидер. Я всегда был лидером в школе, в училище. Всегда был лидером. И за эти 6 лет, работая в милиции, эти лидерские качества немножко поугасли. Компания дает возможность восстановить эти лидерские качества. Стать более сильным человеком, более уверенным. Дает поток творчества, интересных эмоций, интересных людей. А еще, конечно, нужно сказать, что именно бизнес. Бизнес притягивает меня как мужчину. Уважаемые мужчины, хочу сказать вам. Присоединяйтесь к нам. Я очень рад, что в моей команде появились мужчины. Очень интересные мужчины. Один из них это офицер спецназа. А другой человек, мужчина, это тот человек, который тренирует силовые структуры. Я очень рад, что они присоединились, потому что при том, когда мужчина приходит в бизнес, он берет крепко все в свои руки. На сегодняшний момент мы имеем свой офис. У нас есть своя машина. У нас есть успешная команда. Команда лидеров. Это те люди, которые действительно поверили. Поверили нам, как спонсорам. Поверили в компанию. Поверили в продукцию. И просто это те люди, которые действительно хотят что-то в своей жизни поменять. Поменять. Может, где-то даже и кардинально поменять. И новичкам мы хотим пожелать веры в себя. Веру в мечту. Мечта — это то, что двигает нас идти вперед. И просто надо делать. И быть успешным. С нами. Я директор компании «Рифлейм» Хохрикова Татьяна. В компанию «Рифлейм» я пришла благодаря своей дочери Хохриковой Ольге. Шла очень долго. Можно сказать, измерялась годами. Моё вхождение в компанию «Рифлейм». Начинала с дистрибьютора. То есть показывала каталоги на работе своим работникам. Я работала начальником цеха. И приносила Ольге заказы. Приносила обратно выпакованные, красиво выполненные ею заказы. Мне это доставляло удовольствие. Людям тоже. И Ольге тоже. Ольге было в то время 17 лет. Она была студентка. Я не употребляла её продукцию. Была не очень правильная мама. В том плане, что когда она мне показала первый раз каталог. И сказала, мама, выбери для себя что-либо. Я сказала, мне ничего не нужно. Я куплю в магазине. И парфюмами я пользуюсь французским, а не шведским. Мамы дорогие, не беритесь. У меня такой пример. Вторая попытка была какая у меня. Ольга предложила мне стать консультантом компании «Рефлейм» вместе с Гузель Гелязовой, которая предложила Ольге сотрудничество. Я на тот момент была не готова к этому решению и просто-напросто сбежала от них. Уехала на огород. Прошёл год. Ольга пригласила меня на марафон. На этом марафоне она была ведущая на сцене. Её поздравляли с новым званием. Она вышла на уровень 21%. И объявила мне со сцены, что она берёт академический отпуск. Она студентка третьего курса университета. Обучение бюджетное. Для меня, конечно, в то время это был шок. Я считала, что нужно сначала закончить университет, иметь хорошее образование, а затем уже заниматься какой-то там компанией «Рефлейм». Но поскольку всё-таки мудрости у меня хватило, я не стала препятствовать дочери. После этого марафона, видимо, какое-то зёрнышко в меня попало. И я решила, что, наверное, что-то нужно менять в своей жизни. Буквально на следующий день Ольга, тем временем, уехала в Казань, а меня пригласили в совершенно другую компанию. Тоже сетевую. Пообещали, что быстро получу, можно заработать квартиру. В то время была проблема у моего старшего сына. Он был с мебелью, но без квартиры остался. И я решила, что да, наверное, всё-таки я там буду себя менять, буду менять свою жизнь. И я с лёгкостью отдала 12 тысяч вступительный взнос в то время, была в той компании и зарегистрировалась. К слову сказать, та компания уже не существует. На другой день приехала Ольга из Казани. И сказала мне, мам, пора регистрироваться. Я говорю, что ты, дочь? Я уже зарегистрировалась, спасибо. На что мне Ольга сказала, мама, ты предательница. Я давно тебя ждала, когда ты придёшь ко мне, а ты так поступила. Я говорю, хорошо, дочь, я буду работать в двух компаниях. Меня хватит. Ну и что в результате получилось? Да, я работала в двух компаниях целый год. И ещё основная работа, ещё семья. В результате что получилось? Ни там, ни тут результата нет. Осталась работа и осталась семья. Прошёл год. Я снова на марафоне, на новом марафоне. Ольга ведущая. Но её не поздравляют. Поздравляет она. Результата она не достигла за тот год, на который она надеялась, что она выйдет, подтвердит своё звание и станет директором компании. Поздравляли молодого человека, Богданова Сергея, который вместе с Ольгой открывал эту квалификацию. Поздравляла вся его семья, его родители. Они в этой компании. Они сейчас на сегодняшний день старшие золотые директора. И тогда я поняла, что да, моей дочери нужна помощь, нужна поддержка. Поддержка с моей стороны. И я приняла такое решение, что да, надо, наверное, всё-таки начать серьёзно заниматься. Сочетать свою работу и работу в компании «Арифлейм» я на тот момент не могла, потому что полностью была загружена работой. И выделять время ещё дополнительно для компании «Арифлейм» у меня просто тогда не было возможности. Я приняла решение уволиться. Пришла домой с этого марафона, поговорила с мужем. Говорю, ну так и так. Дочь наша не отступится, она упорная, но ей нужна наша помощь, нужна наша поддержка. Я говорю, тогда мы с тобой решаем так. Если ты поддерживаешь меня, я увольняюсь. Мы живём с тобой на твою зарплату. А я начинаю активно работать, строить структуру, поддерживать дочь. Муж поддержал, за что я ему очень благодарна. В общем-то, это действительно очень хорошая поддержка. Он очень любит нашу дочь. И решил, что да, это будет правильно. Ну и я начала активно работать. Начались встречи, анкетирования, раздача листовок, объявления. Разные люди проходили через меня. Сначала я пыталась близкий круг людей, затем стали так называемый «холодный рынок». И я стала в этом находить удовольствие. Мне нравилось общаться с новыми людьми. Мне нравилось, что у меня с каждым каталогом растёт мой результат. На сегодняшний день я директор компании. И я довольна тем, что я здесь. Я благодарна, в первую очередь, самой себе, что я приняла это решение. Я благодарна своей дочери, что она всё-таки в компании «Арифлэйм». Она не отступается, она упорно, у неё, может быть, не всегда гладко шло. Но на сегодняшний день она, опять же, уже золотой директор компании, благодаря всё-таки, наверное, моей помощи тоже. Потому что составляющая её результата, мой результат тоже входит в её результат, так сказать. Ну и что я хочу сказать. Я уверена в своём будущем. Я знаю, что мне никто не укажет на мой возраст, не скажет, что всё, пора уже тебе закругляться, сиди дома, живи на пенсию. Я это прекрасно понимала, что да, пенсия, вот она, не за горами, и как дальше жить. То есть на пенсии не проживёшь, и нужно всё равно что-то искать для себя, какую-то подработку, какую-то ещё деятельность новую для себя открывать. Сейчас я являюсь ещё и офис-менеджером в офисе своей дочери. И я рада, что да, я сотрудничаю с ней, работаю на себя, на неё, на своё будущее. Я уверена в своём будущем, меня окружают замечательные люди. В моей структуре очень много профессионалов, очень много людей, именно профессии, педагоги, врачи, студенты. Я их всех люблю. И что интересно, они практически стали моими родными людьми. Хотя в структуре порядка 300-300 человек с лишним. Но очень интересно с ними общаться. Они рады мне, я рада им. Я знаю, что через год мой результат увеличится. У меня растут очень хорошие группы, три группы. Я знаю, что следующий год я встречу уже в звании старшего золотого директора. Я знаю, что доход мой увеличится. И я смело смотрю дальше на свою жизнь. Я знаю, что я ещё увижу страны, тех, которых я не была. Благодаря мужу мы побывали в некоторых странах. Сейчас, конечно, это уже он пенсионер, и на эту пенсию, естественно, невозможно что-либо увидеть. Но я знаю, что я его теперь повезу с собой на конференции, которые впереди у нас будут обязательно. Что хочу сказать всем, кто начинает работать в компании Reflame. Верьте в себя в первую очередь. Поверьте в себя, полюбите себя. Разрешите себе сделать то, что вы боитесь сделать. И благодарите эту компанию. Это действительно мощная компания. Компания, которая развивается. Компания, которая даёт возможность людям не только увеличивать свой материальный доход. Компания, которая даёт возможность поверить в себя, изменить себя, убрать все комплексы и страхи, которые существуют в каждом человеке. Убрать страхи перед своим будущим. Поэтому я вас приглашаю в нашу компанию. Сейчас люди с удовольствием в компанию. У меня теперь нет таких проблем, что люди приходят, увидят вывеску Reflame и убегают с вами о голову. Люди идут, люди улыбаются и идут действительно как родные люди к тебе. Спасибо этой компании. Здравствуйте. Меня зовут Ахмед Шенельгиз. Я в компанию Reflame пришёл с нефтяной компанией. Работал раньше на севере в нефтяной компании Сибнефть. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Волков. Это моя жена Волкова Ирина. Для нас Reflame – это семейный бизнес. Мы приехали из города Ижевска. До компании Reflame я был индивидуальным предпринимателем. Пробовал себя в различных сферах. Была парикмахерская, были торговые игровые автоматы. Но всё это было только на сегодняшний день. В принципе, заработок был неплохой. Но стабильности и уверенности в завтрашнем дне не было. И вот, два года назад, моя жена Ирина пригласила меня посетить презентацию компании Reflame. Я скажу, что мне повезло. Потому что я попал на презентацию топ-лидеров компании Reflame. Это Гузель Гелязова и Рада Никитина. Прослушав презентацию и детально изучив маркетинг-план, я понял, что это то, что нам нужно. Мы с Ириной посовещались и решили, что нам это подходит. Действительно, у мужчин другой склад ума. И поэтому та презентация, которая была дана Володе, он её понял и принял. На семейном совете вечером дома мы посидели, посовещались и решили, что Володя работает на сегодняшний день. Потому как что-то нужно есть, пить, платить за школу, за ребёнка. Я буду работать на будущее. Так мы начали с ним действовать. Со своей прежней работы я ушла на уровне, когда была в Reflame, на уровне 6%. Вы понимаете, какой это был доход. То есть порядка 500 рублей получала в компанию Reflame. Володе приходилось работать и на трёх работах, потому как деньги нужны были на сегодняшний день. Но вот именно это страстное желание состояться. Вот это то, что мы сожгли все мосты, которые были. И обратного пути уже не было. Мы должны были прорываться. В июле я рассчиталась с работы. Отработав июль, август, сентябрь, 28 октября мы закрыли, открыли звание директора. Мы сожгли все мосты и принялись серьёзно работать. Мы приняли Reflame действительно как работу. За 3,5 месяца серьёзного труда мы смогли открыть звание директора. То есть выйти на уровень 21%. В этом становлении нам очень помогла наш спонсор Гузель Гелязова. Она приехала. Точно так же, опять же, со спонсором мы уже договорились, что она будет жить у нас ровно месяц. Она передаст нам все секреты, все тонкости данной работы. Мы это приняли и начали трудиться. Спасибо, Гузель Тарас. Труд заключался в следующем. Нужно было утром вставать и вечером возвращаться. Да, бизнес Reflame, он не сказать, что лёгкий. Но в то же время, если вы действительно видите свою цель, Reflame достойно заплатит вам за те усилия, которые вы будете вкладывать. Ясно, видели цель на тот момент мы. И поэтому чётко понимали, что столько труда, сколько будет вложено, настолько нас Reflame и отблагодарит позже. Что ещё хочется сказать? Очень хочется сказать о стабильности. Стабильность в жизни появилась. На сегодняшний день мы закрыли звание золотых директоров. На сегодняшний день я ношу ребёнка на 9-м месяце. Я хочу обратиться к женщинам, которые боятся что-либо предпринимать в жизни. Дети – это стимул. Дети – это мотивация для того, чтобы вставать и что-либо делать. На сегодняшний день я не завишу от тех государственных пособий, которые нам предполагает государство в выдаче государственных пособий. Потому что я знаю, что тот труд, который был вложен нами за два года в людей, он приносит и будет приносить нам тот авторский гонорар, ради которого, я очень многим людям говорю, ради которого стоит трудиться в Арифоэм, стоит предпринимать и вкладывать свои усилия в этот бизнес. Что ещё приобрели мы за два года жизни? У кого-то эти два года прошли бесцельно. Для нас же эти два года сыграли огромную роль. Посмотрите, мы поменяли квартиру, мы поменяли машину. То есть, естественно, до Арифоэм у нас было и жильё, и были автомобили, но уровень жизни сейчас, он стал другой. Мы купили офис для того, чтобы развивать дальше свой бизнес. И это не конец, конечно, это только самое начало. На сегодняшний день у нас довольно-таки стабильный бизнес. Это как раз то, о чём мы мечтали с Ириной. Но это только начало нашего звёздного пути. Впереди очень большие перспективы. Дерзайте, и у вас это получится. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Хохрякова, я золотой директор. Здравствуйте, меня зовут Роберт Шейморданных, я директор. Мы из города Ижевска. История наша началась с меня. Я пришла первая в Арифлейм. Пришла, когда мне было 17 лет, я училась в университете. И увидев каталог, решила попробовать заработать 200-300 рублей на продажу продукции. Возможности Арифлейм, крупные возможности, как бизнес, я услышала в первый раз от своего спонсора Гузель Гелязовой. И на её предложение стать ключевым партнёром, попробовать серьёзно начать действовать, я восприняла на ура. Мы начали пробовать, получалось что-то, что-то не получалось. Таким образом, я училась параллельно. И наступил момент, когда я решила, что мне нужно серьёзно работать именно в Арифлейм. Я взяла академический отпуск в университете, это было на третьем курсе. Для кого-то было шоком, для кого-то нет. Но результат был сделан. Вы знаете, всегда мне хотелось, чтобы рядом со мной в бизнесе была сильная мужская плечо. И я, как молодая девушка, думала о том, что хотелось мне, чтобы рядом был мужчина, с которым мы вместе бы строили этот бизнес. И я очень рада, что такой мужчина есть. Да, Арифлейм я работал в оценочной компании оценщиком транспорта и оборудования. Работа была стабильная, хорошая был статус, деньги, заработок, много знакомых. Но меня не устраивало то, что это был мой потолок, потому что выше меня был только директор. И начальство зарубало все мои идеи на корню. Уже тогда я думал что-то открывать свое, начинать бизнес, но это явно была не косметика. Про Арифлейм даже не слышал. Ни разу не показывали каталог, а уж тем более не приглашали в бизнес. Наверное, просто все решали за меня, что мне это не нужно. Арифлейм в мою жизнь пришел с Ольгой Хохряковой. Вначале я просто ей помогал и немножко пригралился к этому бизнесу. Но потихоньку, посещая семинары, смотря как работают люди, я понял, что в этом бизнесе можно заработать хорошие деньги. И принял решение работать. Ольга, как мудрая женщина, свои идеи мне не навязывала. И в бизнес не тянула. И я даже шутил иногда, что ты меня хоть позови для приличия. Так Роберт пришел, и мы начали строить уже свою командную, семейную работу. Вы знаете, сейчас, спустя время, у нас есть яркая, сплоченная, сильная, мощная команда. И сейчас уже даже удовлетворение не от того, что получаешь хорошие деньги, а от того, что какое-то духовное удовлетворение, от того, что ты общаешься и постоянно учишься у тех людей, которые приходят к тебе. Арифлейм для нас – это как дорога для автомобилиста, как магистраль, которая ведет в куда-то светлое будущее. Ты знаешь, что что-то тебя ждет впереди? А какой будет новый поворот, какой будет новый километр, никогда не знаешь. Впереди что-то очень интересное. Вы знаете, здесь у каждого найдется место. Не важно, какой у тебя возраст, не важно, на пенсии ты или молодой, не важно, какого ты вероисповедания, не важно, что ты умеешь делать. Главное, чтобы ты хотел что-то поменять в своей жизни. Если у тебя есть это желание, то у тебя получится здесь. Для людей, которым дали этот диск, чтобы вы подумали, хочу просто дать два совета. Во-первых, постарайтесь отложить вот это слово «сетевой маркетинг», убрать этот шаблон и подумать, проанализировать саму систему работы. Поймите этот бизнес, сам принцип. И еще, сколько вы будете думать, вы просто потратите свое время. Самый быстрый результат нашей команды сейчас – это семейная пара Светланы и Александр Русских из маленького поселка Увак, которые сделали статус директора буквально за три месяца. Просто обратитесь к человеку, который дал вам этот диск, составьте с ним бизнес-план и начинайте действовать. Вам будет легче принять решение, когда у вас будет опыт и какая-то практика за спиной. Я взяла академический отпуск в университете для того, чтобы сделать результат, прорыв в «Эрифлейм». Почему? Потому что я взвесила просто, что мне дает диплом университета и что мне дает возможности, которые есть в «Эрифлейм». Что я могу получить с тем и с другим. Вы знаете, «Эрифлейм» дает мне очень много возможностей. Сегодня мне 22 года, и статус золотого директора, поверьте мне, открывает для меня гораздо больше инструментов для осуществления целей, чем, например, у моих сверстников, которые только закончили университет и начинают где-то работать по своему специальности. В «Эрифлейм» потрясающий план маркетинга. Звание бриллиантового президента придумано для амбициозных, для сильных, для молодых. И не только молодых. И впереди вот столько много всего, что для этого имеет смысл работать, имеет смысл вставать ежедневно и делать действия. Вы ничем не отличаетесь от людей, которых видели сегодня на пленке. У вас две руки, две ноги, одна голова. У вас все получится, только начните действовать. Удачи и до встречи на мероприятиях компании. Здравствуйте. Я Нурзиля Гадеева. Моё знакомство с компанией «Эрифлейм» состоялось в 1998 году, когда жена моего брата заключила контракт с компанией «Эрифлейм». Мы сейчас с ней часто спорим. Я говорю, что она меня не приглашала. Альбина всегда говорит, что я её не слышала. Тогда Альбина преподнесла мне первый урок спонсора тем, что не стала на меня давить, обижаться на меня или что-то в этом роде. Поэтому моя первая рекомендация для вас всех – не обижаться на своих близких, когда они вам будут отказывать, особенно в начале пути. Если могу сказать про своих друзей, сначала они игнорировали «Эрифлейм», потом начались с моей стороны подарки от «Эрифлейм», потом появились заказы, и теперь уже наши друзья, мужья говорят своим женам, идите к Нурзиле, попробуйте вместе с ней, возможно, у вас тоже получится. Но тогда я была студенткой Уфимского государственного авиационного университета, и для меня слово «продажа» приравнивалось к оборуку. Прошло пять лет. За это время я закончила вуз, вышла замуж, устроилась работать оператором сервисного центра компании «Эрифлейм». Мне нравилось то, чем я занималась. Это была совокупность работы на компьютере, общение с консультантами по другую сторону окошка и, конечно же, великолепная косметика. Со стороны я наблюдала, как меняется жизнь семьи моего брата и только в лучшую сторону, как с точки зрения личностного роста, так и с точки зрения роста благополучия семьи. Но пришло время, они вернулись с очередной конференции, на этот раз это была Панама. Вернулись они, потеряв багаж где-то в Венесуэле, в сланцах, в шортах, в таких огромных шляпах с омбреро, и пытаясь согреться за рюмкой чая ночью в 4 часа утра, нас спросили, чего же мы хотим добиться в этой жизни. В нашем списке целей, а это был именно он, были банальные вещи. Это была квартира в первую очередь, машина, комфортный ежемесячный доход, полноценный отдых, рождение ребенка и многое другое. Тогда мне Альбина задала вопрос, который свернул мой мозг мертвой петлей. Сколько вам нужно будет работать с мужем на своих старых работах, для того, чтобы заработать на квартиру в Уфе? Рафаэль тогда работал начальником информационной сети, аптечных сетей. И наш совокупный доход в 2004 году составлял около 15 тысяч рублей. Когда мы просто посчитали, прибавили наши зарплаты и посмотрели, сколько стоит квартира на тот момент в Уфе, цифра нас убила, которая получилась. Это была цифра 47 лет. 47 лет работать просто для того, чтобы получить свой дом. Муж уволился на следующий день. Компания Арифлэйм попросила меня остаться до 8 марта, потому что на тот момент основную массу по обслуживанию консультантов выполняли операторы. И я не смогла бросить компанию в разгар сезона. Сейчас, кстати говоря, сервис компании улучшился в 100 раз. Это онлайн-заказы, это обслуживание через СПО, которое есть во всех крупных населенных пунктах. Это доставка даже на дом. То есть компания развивается и абсолютно не стоит на месте. Началась работа. Мы оба уволились на ноль. И кроме мыслей и абсолютно твердой уверенности, причем не нашей, а наших спонсоров Ирика и Альбина Хафизовой, у нас не было. 21% мы открыли на пятый каталог. Вам, наверное, интересно, получили ли мы то, зачем пришли в компанию Арифлейм. Да. 30 декабря перед Новым годом мы въехали в свою новую трехкомнатную квартиру на 14 этаже с великолепным видом на нашу реку. Что самое трудное для меня при работе в сетевом маркетинге, в сетевой индустрии? Это борьба со своими комплексами, страхами, ненужными привычками, ленью. Это самое сложное на самом деле. Самым страшным для меня являлась работа на холодном рынке. Но и здесь нашелся выход. Это команда. Если у вас пока нет своей команды, влейтесь в команду своего спонсора. И предложите сделать то, что вам страшнее всего. В команде есть чувство защищенности, которое позволяет делать то, что ты не сделал бы один. Вообще с Альбином мне ничего и никогда нигде не страшно. Наверное, это лучший спонсор в этом отношении, потому что таких спонсоров больше нет. За время работы в Reflame было все. Взлеты и падения, успехи и ошибки. Но в самом начале пути Альбина мне сказала фразу, которая стала моим кредо в бизнесе. Никогда, никогда, никогда не останавливаться. И совсем недавно я нашла подтверждение этому девизу в одном из бизнес-журналов города Уфы. Оказалось, что это просто обычный закон бизнеса. Звучит он так. Поток входящий равен потоку исходящему. Там было написано, что большинство бизнесменов, когда им не хватает доходов, начинают думать на тему, как увеличить свой доход. А на самом деле, в большинстве случаев они прогорают. На самом деле, нужно думать над тем, как увеличить поток исходящий. Что это такое? Как новые идеи, новые действия, какие-то новые инвестиции. Если сравнивать с Reflame, то это может быть новые какие-то идеи по поводу, вот сейчас появился смс-векторина. Может быть, это какая-то новая презентация. И причем поток входящий не всегда приходит туда, куда мы увеличиваем свои действия. Например, если мы увеличиваем работу на холодном рынке, возможно, нужный человек придет совершенно с другого места, то есть с теплого рынка. Еще одна рекомендация, такой огромный плюс работы в сетевом маркетинге. Советую обратить внимание на это молодым мамочкам и семьям, которые собираются заводить детей. Очень часто встречаются такие случаи, когда начальство, поняв, что сотрудница беременна, начинают выживать ее из коллектива, потому что никому не выгодно выплачивать декретные, и плюс брать нового человека на ту же ставку. А мамы с детьми детсадовского возраста вообще не могут найти себе работу, потому что все знают, что дети нарабатывают в детском саду иммунитет. Проще говоря, они всегда болеют. Очень часто, когда я привожу ребенка в детский сад, я вижу, что приводят детей больных с температурой, с кашлем, только потому что они мне дают больничный лист, и мамы не могут с ними сидеть дома. А на утренниках бывает от силы 10-15 детей, родителей, хотя на самом деле детей в группе 30. Дети уже в таком возрасте понимают, что они не нужны. Сейчас я уверена в том, что мое будущее – это Арифлейм. Я очень хочу увидеть родственные команды, ищу новых, настоящих, живых, амбициозных, новых партнеров. Я всем желаю свободы мысли, настойчивости и терпения в бизнесе и фортуны лицом по жизни. Здравствуйте. Меня зовут Алла Коршенкова. До Арифлейма у меня была любимая работа, любимое предприятие, где я проработала 27 лет. Но я не заработала даже ветерана труда. Не потому, что я была плохой работник, а просто нашему поколению уже не присваивали, не присуждали эти звания. 4,5 года тому назад я подписала регистрационную форму для того, чтобы покупать продукцию высокого качества для всей своей семьи, экономить деньги, так как я всю жизнь проработала экономистом. Я в первое время ничего не понимала об Арифлейме. Вообще даже знала, что хорошая продукция, знала, что это шведские продукции, выпускаемые в Швеции. А что здесь можно зарабатывать деньги, у меня даже и в мыслях этого не было. И поэтому я с опаской брала помаду, лак. Всего лишь заказы были на 10-20 баллов. Но мне с каждым днем все становилось интереснее и интереснее. И я стала посещать все семинары, все встречи, проводимые компанией. А вскоре наше предприятие закрылось, и я осталась совсем без работы. Никому не нужен был богатейший опыт экономиста. Никому не нужно было мое высшее образование. Просто всем нужен был возраст до 40 лет. А где же его взять, если уже далеко за 40? Мне поставили службу занятости на учет. Но кто-то сказал, что я зарабатываю в Арифлейме денег, которых я еще не зарабатывала. И меня со службы занятости убрали. Мне сказали, брось Арифлейм. Но я сказала, никогда. Это мой бизнес, и я буду к этому стремиться. Было очень горько, было трудно, но я не сдавалась. Я начала строить команду. Наверное, мне в этом Бог помог. Я собрала все свои силы, что только было, потому что мне как-то нужно выживать в этой ситуации. На руках была, ну не на руках, конечно, была дочь студентка, за которую нужно платить. Больной муж. Я старалась. Я начала строить команду. Пристала приглашать своих знакомых, одноклассниц и просто-просто знакомых. Кто-то говорил да, кто-то говорил нет. Но люди потихонечку начали тянуться ко мне. Когда я уже разобралась, что в Арифлейме очень-очень хороший маркетинг, и что Арифлейм – это очень честная компания, где нет никаких обманов, где сплошные подарки. Я вот это все людям начала рассказывать. И тогда люди потянулись ко мне. Сейчас у меня очень большая команда, очень сильная команда, много лидеров. И я старший менеджер. Я подтверждаю звание директора. Мне хочется спасибо сказать своим людям в команде. Пришли в команду мои лидеры Лили Подлескина, Даша Подлескина, у которых грудной ребенок, но она не боится трудностей. Она стремится вперед и вперед, потому что ей надо выживать в этой ситуации. Хочется спасибо сказать моим лидерам. Нине Соколовой, Наталье Савельевой, Людмиле Рассадкиной. Я надеюсь, что с такой сильной командой мы пойдем далеко вперед. Арифлейм вселил в меня уверенность в завтрашнем дне. Было очень трудно, но я сейчас живу под таким девизом. Будь сильным, слабым всегда не везет. Я хочу сказать всем в Арифлейме, кто помог мне, моему директору Тамаре Гавриловой. Она вселила меня не только уверенно в себе, но и заставила посмотреть на жизнь совсем другими глазами. Я удивляюсь Альбине Хафизовой, у которой столько эмоций положительных, и она столько дает людям полезного. Не хочется крикнуть людям. Люди, да поверьте же, да посмотрите вы на меня. Когда-то меня оставили без средств существования, но я же выжила. И в общем-то я уже довольно-таки успешный человек. Поверьте в себя, не останавливайтесь ни перед какими трудностями, потому что трудности закаляют. Я думаю, что если бы у меня не было таких неприятностей, Бог дает человеку сначала трудности, а потом он ему предоставляет подарок. И спасибо за то, что у меня есть Арифлейм. Я с Арифлейм счастлива и призываю всех людей. Люди, идемте к нам в Арифлейм. Это самая честная компания. Здесь зарабатывают деньги, здесь дают много подарков. Вы только наклонитесь и возьмите. Меня зовут Элиза Ищкредина. Знакомство с компанией Арифлейм произошло на пятом курсе БГУ отделения журналистики. Я работала на телецентре, училась. В Арифлейм пришла за дополнительным доходом. Пригласила меня одногруппница. Как обычные студенты, денег не хватало и хотелось большего. Сначала это был доход от продаж. Не думала, что в Арифлейме люди получают большие деньги. Поворотным событием моей жизни стал уход моего спонсора с основной работы. Если раньше я считала, что доход 7-8 тысяч это достаточный заработок, то придя в Арифлейм, я увидела людей, которые получали в десятки раз больше. Я поняла, что так мало в жизни хочу. Мое сознание очень быстро изменилось. Я поняла, что моя жизнь может измениться только благодаря мне. Я приняла решение, что буду жить не так, как все. И сделала выбор в сторону Арифлейм. Все наши школы, обучающие мастер-классы, проходят большой компанией детей. Эти люди прекрасно понимают, почему они выбрали именно сетевой бизнес. Потому что эти люди понимают, что только эта сфера деятельности дает им возможность воспитывать детей и зарабатывать деньги. Подобное притягивается подобному. Нас становится больше. Постепенно приходят и их мужья. Дети — это будущее. И именно в этом бизнесе они увидели возможность оставить своим детям свое дело. Я работаю по холодному рынку. И считаю, что людей, которые хотят зарабатывать деньги, очень много. Их нужно просто искать. Мое жизненное кредо — брать от жизни все. Жить по максимуму. За год сотрудничества с компанией Арифлейм я очень многое узнала и прошла очень большое обучение. Посетила тренинги, обучающие школы. В этом году я съездила на Международную Академию Лидерства. Хочу пожелать новичкам, которые только пришли в этот бизнес, не бойтесь, не бойтесь мечтать, верьте и делайте. Потому что человек без мечты, как птица без крыльев. Здравствуйте. Меня зовут Маргарита Дорн. Я и моя команда живем и сотрудничаем с компанией Арифлейм в городе Бирск. Моя история — это работа педагогом, хореографом. И в какое-то время я очень захотела, чтобы у меня был еще какой-то дополнительный доход. И я искала какую-то работу дополнительную. И именно в этот момент прозвучало предложение от моей бывшей однокурсницы, с которой мы давно-давно не виделись. Она пригласила меня в компанию Арифлейм, рассказала о возможностях, и я зарегистрировалась. Приехала в Бирск, и первые шаги — это по пожеланию моих спонсоров приглашение людей на встречу. Я сняла зал, приглашала много-много людей. В итоге пришло три человека. Кстати, все они зарегистрировались. И с этого момента идет планомерная работа. Сейчас меня больше всего привлекает в компанию Арифлейм. Это тот доход, который есть, и перспективы, которые будут. И поэтому я знаю, что и у меня, и у моих ключевых партнеров — это Ксюша Печенкина, это Олеся Боязитова, это мои первые директора в городе Бирск — очень хорошее и светлое будущее. В нашей структуре сейчас есть и студенты, которые учатся в академии, в фарм-колледже, в мед-колледже. Есть педагоги, есть дамы из сельских районов. И нас всех объединяет в возможности компании Арифлейм, и каждый выбирает для себя то, что ему нравится. Кто-то пользуется, кто-то хорошо демонстрирует продукцию, кто-то все это совмещает и планирует именно свой бизнес с компанией Арифлейм. Мы первые в Бирске открыли сервисный пункт компании Арифлейм, и в нем мы каждый день приглашаем людей. Мы проводим мастер-классы, рассказываем о продукции, тестирование проводим, проводим промо-акцию и смс-викторины. И тем самым мы приглашаем людей, наша команда становится больше, дружнее, и, соответственно, становятся увереннее и профессиональнее консультанты моей структуры. Когда-то я сделала выбор с компанией Арифлейм, и я не жалею об этом. Многие консультанты и многие люди, слушая о возможности компании Арифлейм, думают, решают. Мы с моей структурой сделали этот выбор. Я желаю вам сделать правильный выбор и уже решать самим, какое будущее у вас и у вашей семьи. Здравствуйте, я Гаврилова Тамара. В компании Арифлейм я с 2000 года. В Арифлейм я пришла на продукт. Мне нравились кремы. И когда компания, изучая рынок, в нескольких магазинах разместила свою продукцию, я совершенно случайно купила крем из серии «Свидишкея» и начала им пользоваться. Он мне настолько понравился, что когда баночка закончилась, я ходила с этой баночки по магазинам и спрашивала, у вас есть такой крем. Естественно, мне все пожимали плечами и все говорили, что нет. И когда прошел какой-то промежуток времени, мне попался каталог Арифлейм, я нашла свою заветную баночку, мне было настолько приятно, я так обрадовалась, что наконец-то могу купить то, что мне понравилось. Естественно, я сразу заказала с этого каталога кучу продукции, но мне в тот момент никто не предложил подписаться. Я добровольно, добросовестно все брала, все пробовала, все на себя использовала. Мне нравилось. Ну, увы. И совершенно случайно попав на презентацию, мне сказали, что можно продукцию эту брать со скидкой. Когда я узнала об этом, мне настолько было приятно. Я говорю, я ведь и так беру, но берешь то по каталогу, а можешь брать дешевле. И очень длительное время я брала просто клиентам. Но клиентам уже достаточно преданным, потому что я уже своих подруг и всех уже перевела на Арифлейм. Года два я брала продукцию, не предполагая, что можно построить бизнес. Для меня было очень важно, что я нашла тот продукт, который удовлетворял меня по всем параметрам. И поэтому я сейчас своим дистрибьюторам говорю, не торопитесь своим клиентам говорить «нет». Всегда преданные клиенты станут вам хорошим помощником, построят свой бизнес, помогут построить бизнес вам. Помогите им подобрать правильность косметику, и он будет вам преданным на всю жизнь. Еще хочется подчеркнуть, что команду я строила из своих знакомых, близких и по возрасту примерно схожих со мной. То есть очень много пенсионеров, которые в свое время государство сократило на работе, оставило их на улице, не подумав о том, что есть семья, дети. Придя в Арифлейм, они построили свою структуру. Сейчас уже два директора, обои у меня почти пенсионеры. Но тем не менее, они как молодые, умеют пользоваться компьютером, сами пробивают заказы, дают консультации, проводят презентации. Им все нравится, они довольны, и живут они не как сегодняшние пенсионеры. Они могут себе позволить поездку к детям в крупные города, ездят за границей. На сегодняшний день у меня команда хороших, добрых, порядочных, ответственных друзей и партнеров. Мы вместе работаем и надеемся на новые достижения. Меня зовут Фарид. Я являюсь директором компании Арифлейм. И на сегодняшний день продолжаю ту же самую работу. Как я попал в Арифлейм? Не как все. До того, как в Арифлейм попасть, я работал нефтяником, жил в другом городе. По воле судьбы был вынужден переехать в столицу сюда и был вынужден искать работу. Было трудно найти ее и хорошую работу с большой оплатой, с достаточной оплатой я не смог найти. Тогда мне сказали, поставили перед фактом, что я являюсь дистрибьютором компании Арифлейм на уровне 9% и мне всего лишь нужно продолжать мою работу. Следуя их примерам, я стал посещать семинары, школы, выездные занятия, которые организовывали Альбина Хафизова, Сирик Хафизова. И потихоньку начал набираться у них опыта. Они учили бизнесу, как нужно зарабатывать деньги в нашей компании, с чего начинать, как продолжать и что можно ожидать от этого. Я постепенно делал все, что они мне подсказывали. Большим моим спонсором, большим учителем была моя супруга. Она тоже работает. Вообще наш весь род работает в этой компании. Первоначально было предложено работать в теплой компании, по теплому рынку, как называется. Это значит разрабатывать родственников, близких и знакомых нам людей. И когда закончился теплый рынок, на этом успех как бы приостановился. Но это меня не испугало, мне подсказали идти дальше на холодный рынок. И вот по холодному рынку до сих пор я работаю. Это очень интересно. Мне нравится работать по холодному рынку. Это дает общение с людьми, интерес какой-то открывается. И все время занят. То есть видишь будущее, предлагаешь. И самое главное, не сидишь без работы. У компании «Арифлем» я приглашенным гостем был в заграничной поездке. Я был в Италии. Там я увидел силу, мощь этой компании. Она настолько продумала, настолько скрупулезно все отработала. Вот так все подобрали. Ну, люди, видно, серьезно работают в этой компании. И это меня сподвигнуло на дальнейшую работу. Вернувшись, я стал более серьезнее относиться к этой работе. И в дальнейшем, я думаю, буду работать в этой же компании. И получать по своим заслугам. Мне бы хотелось выйти на более высокие уровни. Получать больше удовольствия, больше денег. В нашей компании это возможно. Эта компания нам дает, представляет такую возможность. Я советую тем, кто слушает нас, прийти, заключить договор, контракт и работать. В нашей компании работать это здорово. Здесь есть деньги. Их можно только вытащить и использовать. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Сергей, фамилия Жуков. Я являюсь директором компании Reflame. Проживаю в городе Уфе. Как пришел в компанию, я пришел в компанию. Я пришел осознанно в компанию. Потому что у меня работала в компании моя жена, супруга. Она сейчас тоже старшим золотым директором является. Я уже пришел на деньги, на результат. То есть видел, как она работает. Какие-то выполнял ее поручения в свое время. Но работа в другом подразделении. Прошло какое-то время, и я решил присоединиться к ней. Помочь ли ей, или себя попробовать, испытать. У нас получается семейный бизнес. У меня есть еще два сына, которые тоже работают в компании Reflame. С чего я пришел в компанию? Пришел, как всегда, на результат. Пришел на деньги. Уже, как говорится, все зная. И все видел, как эта работа происходит. Значит, встречался также на холодном рынке работал. Встречался и по теплому рынку ходил. То есть раздавал каталоги, раздавал листовки. Встречался с людьми, которые рекомендовали мне. Значит, в моей компании, то есть в моей структуре появились такие интересные люди, замечательные люди, можно сказать. Да, так что это Юля и Дима Любименко, допустим. Раиса Акминжанова. Акминжанова. Что делал, как достиг результата? Прежде всего, кажется, спонсор. Спонсор – моя выжестоящая жена. Как бы с ней мы работали. Потом Альбина и Ирика Афизова очень сильно мне помогли, подсказали. Потому что в первое время я стеснялся. И, как бы, уже, может быть, и по возрасту такой молодой был. Ездил с Альбиной, с Ириком, учился говорить, как говорится, с людьми. Ездил на встречи. Но в основном потом уже стал сам работать. Желаю всем больших начинаний, возможностей. И хороших спонсоров, хороших коллег. Всего доброго. До свидания. Добрый день. Я Жуков Петр. В этом году я закрыл звание директора. Первый раз поеду в Москву на конференцию в качестве директора. Как я начинал, это очень интересно. Прежде всего, у меня был выбор без выбора. Как многие начинают учиться, когда им родители, выбрав университет, отправляют. Неосознанно, в качестве всего самого наилучшего. Так у меня получилось. У меня в компании Oriflame работает мама. И она меня пригласила. Пригласила, чтобы я поучился, когда я учился на государственном муниципальном управлении, в качестве менеджера. Она сказала, что действительно здесь поможет, как профилирующие предметы мои. Умение общаться со сценой. Умение работать с людьми. Так действительно и получилось. Я научился раздавать каталоги на холодном рынке. Продавать методами прямых продаж. Прежде всего, самое интересное, конечно, что у меня в команде работают... Это мои тетки. Две мои тети. Самые близкие люди, которыми мне желали удачи. Люди, которые меня поддержали, когда я начинал. И, в принципе, они работают не для своего успеха, а чтобы мне было довольно комфортно. У меня в команде работает много молодых людей. Так что, ребята, все начинается с малого и постепенно перерастает в большее. Попробуйте, рвитесь. Рвение – это хорошее дело. Как мы с вами знаем, вокруг нас вертятся миллионы денег, большие деньги. И я свою часть денег забрал. На сегодняшний момент я купил себе в автомобиле Ауди. Это здорово, ребят, когда ты едешь на своем автомобиле, ощущаешь комфорт немцев. Так что, ребят, давайте. Деньги, главное, надо забрать. Уметь их забрать. Как рыбак и удочка. Только наживка – это косметика. Всего доброго. Здравствуйте, меня зовут Марина, фамилия моя Жукова. Я из города Уфы. Люди, работающие в компании «Арифлейм», приходят в эту компанию по-разному. Мой приход, наверное, покажется кому-то удивительным, кому-то странным, кому-то закономерным. А для меня он является особенным. Предложение на контракт с компанией «Арифлейм» мне в свое время сделала моя подруга. Одноклассница. И если сегодня мы делаем предложение, и люди соглашаются, мы радуемся. Если сегодня мы делаем предложение людям, и они не соглашаются, это нас расстраивает, то я тот человек, которому делали предложение очень-очень долго. Мой спонсор, моя подруга, была настойчивым человеком. Полгода, каждый месяц она раз за разом приходила ко мне и рассказывала, как здорово работать в компании «Арифлейм», как интересно работать в компании «Арифлейм», и каких доходов можно здесь зарабатывать. Но я была слепа и глуха. Точно так же, как часто бывают слепы и глухи те люди, которым стучимся в двери мы сегодня. И когда мы спрашиваем, что определило решение подписать контракт, то мое решение покажется, наверное, удивительным. Я искренне говорю, что я заключила контракт с компанией «Арифлейм» для того, чтобы она от меня отстала. За контрактом шли интересные встречи. Шли интересные встречи с лидерами, очень сильными лидерами, мировыми лидерами, Альбиной Хафизовой. Я смотрела, удивлялась, училась чему-то этого человека. И каждый раз убеждалась в том, что, наверное, мне это нужно. Но пока не готова была для этого. Почему пока? Дело в том, что я в прошлом с вами педагог, преподаватель вуза, доцент. Стаж моей профессиональной деятельности 20 лет. На сегодняшний день это 20 лет. Это серьезные результаты, серьезные достижения. Мне казалось, что люди вокруг знают о том, что я не могу быть, как сегодня говорят, продавцом. Или это будет, наверное, неправильным для моей профессии. Это будет измена, может быть, какой-то профессии. Но на самом деле все намного проще, все намного интереснее. Перевернуло мое отношение к компании «Арифлейм» приглашение на банкет директоров. Приглашение, на котором я была в качестве гостя. На этом банкете были разные люди. Были люди очень молодые, юные. Были люди очень взрослые. Людям было 70 лет. 80 лет. Были женщины яркие, интересные. Были мужчины зрелые, грамотные, целостные. Были худые, толстые. Были россияне. Были люди с разных регионов нашей страны. Я посмотрела и подумала. Люди по результатам своей работы получили огромную оценку. Оценку со стороны компании. Люди получили огромную оценку материальную. Вручали чеки хорошие. Тысячу долларов, две тысячи долларов, четыре тысячи долларов и больше. Я на тот момент, успешно проработав в УЗИ определенное количество лет, думала, что я, наверное, достигла всего. И в этот момент переворачивается отношение к своим прошлым достижениям. Начинаешь думать, что ты дал детям материально. Где были вы с семьей? Была ли возможность у вас бывать за границей? Была ли возможность, если она сегодня, дать своим детям образование? То, какого тебе хочется. Есть ли возможность помочь детям материально с жильем? Есть ли возможность помочь детям материально с машинами? А у меня мальчики. Любая мать знает, что здорово со своим сыном, со своим ребенком ехать в автомобиле. И это было поворотным решением для меня в плане сотрудничества с компанией Арифлей. Я стала учиться, я стала читать. Первые мои встречи были, наверное, как у всех, удачными или неудачными. Были встречи в регионах, на которых мы приглашали огромное количество людей. Нам тогда так казалось. А приходило два человека, приходило три человека. Но все большое начинается с малого. Все интересное начинается с идеи. Сегодня в моей команде сильные, грамотные, целостные люди. В моей команде это самое главное и самое ценностное для меня. Моя семья, мой муж, директор компании Арифлейм, мой сын, без пяти минут директор компании Арифлейм. Мой младший сын, которому всего лишь 16 лет, у него тоже есть результат. У него есть свои достижения. Достижения в продажах, достижения приглашения людей. Моя семья – это мой очаг. Моя семья и мое дело – это важно для нас. Каждый из нас по мере своих сил, по мере своих возможностей вносит в общее дело, в общий бизнес посильный вклад. Где-то это разговор с людьми, где-то это проехать и довести каталог, где-то это провести анкетирование, где-то это раздать листовки. Все это делаем мы. Все это делаете и вы. Разница может быть в том, что мы больше верим, что мы делаем это чаще и больше, чем вы. Подумайте, чего хотите вы в своей жизни. Может быть, вы хотите отдохнуть вместе с компанией, за счет компании, за границей. В этом году, как золотой директор компании «Арифлейм», я награждена по своим трудам не только чеком в 2000 долларов, не только радостью поздравления на банкете, но и радостью быть за рубежом в Греции. В этом году я буду вместе со всеми разделять успех компании, вместе со всеми переживать этот успех и мечтать о своем завтрашнем дне. Присоединяйтесь сегодня, делайте свои действия сегодня, и вы увидите, как ваша жизнь изменится здесь, завтра и в следующем году. Здравствуйте, меня зовут Айсула Амирова, я золотой директор компании «Арифлейм». По образованию я юрист, закончил университет, точно так же, как и все, работал на обычной работе. В «Арифлейм» оказалось не случайно, пришла я уже в третий раз. Первый раз моя регистрация была в 1998 году, но у меня ничего не получилось. Второй раз я пришла в 2002 году, живя в маленькой деревне, население 5000 человек. Результат был, но он был не такой большой, и меня этот результат не вдохновлял. Когда я поняла, что «Арифлейм» — этот бизнес большой, когда я съездила в Москву на большую мотивационную встречу, я увидела сотни-сотни тысяч успешных людей и захотела стать же такими, как они. Уволилась с работы, были трудности, нелегко пришлось принимать решения, но все-таки я уволилась и начала работать и строить карьеру в «Арифлейм». Были трудности, в чем они заключались. Маленький ребенок, два с половиной года, окружение, которое не верило вообще и в меня, и в «Арифлейм». Муж, который категорически был против того, чтобы я долго была вне территории дома. Много таких. Жила я в деревне, и тут тоже какой-то откладывал отпечаток на моей вере. Начав профессионально работать в карьере «Арифлейм», через полгода я открыла квалификацию старшего менеджера и уже закрыла в 2005 году директора. Первая большая покупка и первые финансовые изменения в моей жизни произошли. Глобально даже, можно сказать, осуществилась моя самая главная мечта. Я купила себе автомобиль. Автомобиль, который тоже изменил мою жизнь, потому что это придало мне уверенности, уверенности, что дальше я еще могу купить себе и исполнить свои следующие дальнейшие мечты. «Арифлейм» — это для меня не просто работа, это стиль жизни, это качество моей жизни. И без «Арифлейм» я уже не представляю себя в этой жизни и не представляю себя без этой компании. Поэтому для меня «Арифлейм» — это на сегодняшний день, это надежды, это мечты, которые сбываются. Здравствуйте! Меня зовут Айгуль Гаврилина. Я из города Октябрьского. Я являюсь директором компании «Арифлейм». В июле 2003 года ко мне в дверь постучался «Арифлейм» в лице Ирика и Альбина Хафизовых. На тот момент я находилась в декретном отпуске с маленьким ребенком. Моему старшему сыну тогда был год и месяц. Наша беседа состояла из разных частей. Про «Арифлейм» мы говорили меньше всего. Мы говорили о таких важных вещах, о которых я никогда раньше не задумывалась. О тех ценностях, о которых человек может прожить всю жизнь, не задумываться никогда. Я даже помню ключевую фразу, на которой я сломалась, потому что за неделю до этого ко мне приходила знакомая с каталогом и рассказывала про возможности. Я ее очень внимательно слушала. Я иногда поддакивала даже, говорила, что да, все это возможно, наверное, не со мной. Как это так? Я, музыкант, преподаватель музыкального училища, буду продавать ходить, предлагать, не знаю что, зачем, кому это надо. На Альбинин вопрос, когда она спросила, а что ты можешь себе позволить на зарплату преподавателя? Никогда об этом не задумавшись, я замолчала на минуту и сказала, что на самом деле на эти деньги даже невозможно заполнить холодильник теми продуктами, которые ты захотел бы съесть вместе со своей семьей. «Тогда что же тебе нравится в твоей работе?» Спросила Альбина. Я сказала, что мне нравится музыка, общение, студенты, преподаватели. А что ты можешь себе позволить за эти деньги в этой жизни? Оказалось, ничего. Вот эту фразу я помню до сих пор. Потому что именно на этом моменте я сказала себе «да». После того, как я подписалась, меня Альбина пригласила на школу, и вечером я пришла на школу и начала ходить на постоянные спонсорские встречи. Альбина сказала очень простые вещи. Тогда для меня не был понятен ни маркетинг-план, ни что надо делать, ни как это надо делать. Я понимала только две вещи. Надо показывать каталоги и приглашать людей. Что я начинала делать? Я приглашала людей на чашку чая, на чашку кофе, встречая их на улице, знакомых, малознакомых, студентов, преподавателей. Мне было не страшно, потому что я знала, что за этим стоит мое желание изменить мою жизнь. Были взлеты, падения в моей жизни в «Эрифлейм». 6 апреля 2007 года я закрыла звание директора. Было много приходов моих друзей, приходов, разочарований, очарований. Но я знаю одно, что когда ты пытаешься добыть воду из глубин, ты начинаешь качать колодец, если ты перестаешь это делать. То на этом все заканчивается. Вся работа и весь бизнес. Я очень хочу, чтобы те люди, которые посмотрели на меня в этот момент, возможно, это матери, возможно, это матери, находящиеся в декретном отпуске, матери больших детей, просто преподаватели, музыканты, все те, кто очень много лет посвятил своему любимому делу, посвящает его до сих пор, задумывался над одной простой вещью, что он может себе позволить в этой жизни, кроме музыки. Я на верном пути, я знаю, что я правильно все делаю. Возможно, я ошибаюсь, но я знаю, что это мои ошибки. Я их преодолеваю вместе с моей командой, с моим спонсором, за что я им очень благодарна. Арифлэм – это не только косметика, это не только компания, это больше, это образ жизни, это вообще, и даже, наверное, смысл жизни. Сейчас у меня уже двое детей, я жду третьего. И все в моей жизни только начинается. И начнется тоже у вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы золотые директоры компании «Орифлэм» из города Стерли-Тамака. Меня зовут Юшина Евгения, это мой супруг Максим. Здравствуйте! Работаю в «Орифлэм» уже 7 лет. В компанию «Орифлэм» пришла из детского сада. В детском саду работала инструктором по плаванию. Работа была классная, замечательная, очень нравилась. Но, к сожалению, когда получала зарплату, понимала, что это никакая совсем не работа, это хобби. Тогда, когда за работу вам не платят деньги, либо платят маленькие деньги, работа переходит в разряд хобби. То же самое было и со мной. Я все время была бедная, но гордая. В компанию «Орифлэм» меня пригласила знакомая женщина, ее зовут Конова Ирина Григорьевна, но ее предложение я не приняла. Почему? Потому что перед этим был негативный опыт работы в другой компании. Как в дальнейшем я узнала, это была финансовая пирамида. Когда пригласила «Орифлэм» меня Ирина Григорьевна, я сказала о том, что у меня больше нет денег для того, чтобы куда-то вкладывать. Спасибо моему спонсору за то, что она приглашала меня постоянно на протяжении всего года. Сумела. Сумела, смотивировала. Наконец я зарегистрировалась. В наш город приезжал вышестоящий спонсор Олег Селиванцев. Вот на его презентацию как раз я попала. Он говорил о возможностях компании «Орифлэм», он говорил о своем заработке на тот момент, он был уже золотым директором, и заработок его составлял примерно 40 тысяч рублей. Я его слушала, ему не верила, то есть не было какого-то доверия. Скорее всего, как рассказывался негативный опыт работы в предыдущей компании. В дальнейшем очень долго об этом жалела, что целый год я потеряла. Директором стала тогда, когда работала в детском саду. То есть совмещала до звания директора работу и там, и там. За 8 часов работы в компании, за 2 часа работы в компании «Орифлэм», на тот момент я получала уже зарплату в 30 тысяч. И за 8 часов работы в детском саду я получала зарплату в 2 тысячи. Наступил такой момент, когда я сделала свой выбор. Стала работать только в «Орифлэм». Появились деньги, купила машину. Машину купила иномарку. Выбор был не случайен. Услышала по телевизору о том, что «Тойота» — этот автомобиль, который управляет мечтой. Я думаю, во, мне нужна «Тойота». Я съездила, купила себе машину «Тойоту». Поехала в другой город ставить ее на учет и попала в аварию. В ГАИ совершенно случайно встретила своего будущего мужа. Но дальше, я думаю, расскажет он. Встретились не случайно, а в аварию попал и я. Правда, были случаи разногласные. Ты была виновницей. Я был потерпевшим. Но, в принципе, судьба нас там и села. Ну и через, буквально, наверное, через месяца-два я уже поехал в другой город за этой девушкой, где мы, в принципе, определились уже на жизни. Работать присоединился не сразу. До «Арифлейм» был свой бизнес строительный. Правда, небольшой, но доход приносил. Но было не очень удобно ездить между городами постоянно. И буквально, наверное, через полгода мы начали работать вместе. И до сегодняшнего дня мы продолжаем. Есть цели на это, есть планы большие. В принципе, взглянув на план маркетинг, можно уже, само собой, рассуждать, что деньги есть и везде надо работать. Только не везде платят столько, так как платят в этой компании. В этом году у нас произошло очень много знаменательных событий. Во-первых, в январе мы родили дочку. В феврале мы стали золотыми директорами компании «Арифлейм». Вот буквально через две недели я уезжаю на золотую конференцию в Грецию. То есть это первая золотая конференция, которую я посещаю. В дальнейшем мы будем посещать, конечно же, с супругом вместе. Что можно сказать про компанию «Арифлейм»? Это большая, мощная компания. Я благодарю Бога за то, что я нашла ее, эту компанию. Работы хватит всем. Недавно в наш офис зашел мой папа. И мы ему показали лестницу успеха. Начиная с трех процентников и до президента. Когда он спросил, а где же золотой директор находится на этой лестнице? Мы ему показали. Он сказал, боже, да у вас здесь работа на всю жизнь. Мы поняли, что действительно объема работы еще очень-очень много. И мы стоим только в самом начале. Но я рада, что выбрали эту компанию, потому что она очень лояльная. Очень честные люди работают вместе с нами. В этой компании мы познакомились с замечательными лидерами. Мы научились позитивно мыслить. Мы перестроили прежде всего себя. И стараемся сейчас работать точно так же со своими новичками и со своими лидерами. Мы безумно их любим, вкладываем в них свое время, вкладываем в них свои знания. И люди, как губка, все это впитывают. Видимо, чувствуется позитив, который идет от нас. Я могу сказать о том, что в компании Reflame каждый раз я говорю о том, что тем, кто приходит после нас, им везет все больше и больше. Почему? Потому что разработаны новые методики. Закрываются новые звания. Люди делятся своим опытом работы. И это все очень и очень замечательно. Когда работали мы, было чуть труднее. Говорят, что кто пришел первый, им было гораздо легче. Это неправда. Первым было всегда гораздо тяжелее. Компании мало кто еще знал на тот момент. На сегодняшний день это раскрученный бренд. Это очень-очень сильная и мощная компания. Я думаю, что на сегодняшний день это гораздо легче. Этим заниматься. Когда я присоединился к супруге, мы в первую очередь распределили свои обязанности. Мы поделили бизнес-территорию и территорию красоты. То есть все то, что касается продукции. Только так можно было сопоставить любую презентацию, любое общение с нашими приглашенными. Я знаю, что у нас ступятся времена, когда в компании Reflame будет проводиться кастинг. То есть не всех компаний Reflame будет принимать свои ряды. Только позитивно настроенных, только активных людей, очень красивых, эмоциональных. То есть я думаю, что это будет обязательно. Везде мы сталкиваемся с трудностями на всех работах, но больше нужно быть уверенней. Я думаю, только тогда можно добиваться каких-то успехов. Мы выбрали, задали себе цель приглашать именно семейные пары, чтобы это был семейный бизнес, потому что это более стабильный получается, когда оба партнера находятся именно при этом бизнесе и в этом бизнесе. Удачи вам, успехов, новых вершин! Меня зовут Почербаева Рушан. В Reflame я пришла в 2002 году. До Reflame я работала закройщиком батареи, была технологом швейного производства. Пришла, следом за дочерью. Сначала подписалась дочь, нашли ее. И я решила просто помочь ей. Хотя я не верила в сетевой маркетинг, не любила, не доверяла. Никогда себе в жизни не могла представить, что я здесь буду работать, и это станет, в принципе, смыслом моей жизни. Сейчас мы живем, мы живем в Reflame практически. Как случилось, что я такая неверующая Фома поверила. За те два года, которые дочь была здесь до меня, с 2000 года, узнала многих людей, которые достигли того, чего не могли бы достичь, работать где-то в другом месте. В принципе, убедилась, что Reflame – это бизнес для всех. Что каждый может, не вкладывая стартовый капитал, достичь определенного успеха. Для этого необходима исключительно последовательность. Для этого необходима регулярность. Хотя разные ситуации были в нашей жизни. Достаточно было много неоднозначных ситуаций. Через год моя дочь стала директором, придя в Reflame, а через год стала директором. В то время ей было 17 лет. И она была самым молодым директором этой компании. Моложе в России не было на тот момент. Вот этим я горжусь. У меня есть повод гордиться, потому что это действительно звездочка такая. И если бы в нашей жизни не было Reflame, вероятно, Лилия была бы другая по характеру. Я была бы другая по характеру. Все в жизни было бы в нашей не так. На сегодняшний день она очень... Вот я больше говорю о дочери, потому что как-то вся жизнь... Ну, я не знаю, как-то мы с ней... Получается, что все на нее направлено. До сих пор я, допустим... Например, мне очень охота, чтобы она стала как можно скорее старшим золотым директором. И все силы на сегодняшний день направлены вот туда. Я так думаю, что этой осенью она должна родить ребенка у нас, вышла замуж. Я думаю, что этой осенью, помогая детям, мы и сами растем, в принципе. Вот еще что мне нравится в Reflame, что здесь присутствует такой принцип, что мы не можем расти сами, если люди, которых мы пригласили, за которых мы взяли ответственность, не растут. В то время, когда люди получают свои заработанные деньги, мы тоже имеем эти деньги. И мы точно так же, как и они, растем. То есть, помогая другим, растем сами. Я всегда вспоминаю фразу Селиванца Олега, нашего старшего золотого директора, что в Reflame могут заработать все, кроме ленивых, даже тупые. Единственное, что надо делать, это делать то, что вам говорит ваш спонсор. Если вы хотите успеха, необходимо слушать и делать то, что вам говорит ваш спонсор. Спонсор кровно заинтересован в вашем росте. Здравствуйте! Меня зовут Фатыхова Гульнар, я из Татарстана, из Бугульмы. Компания Reflame я пришла более 7 лет тому назад. Сейчас, на данный момент, являюсь директором компании Reflame, вот уже 5 лет. До компании Reflame я работала в школе учительницы татарского языка. Как именно на данный момент у меня сейчас в компании Reflame, это мой основной вид деятельности. Я работаю только в компании Reflame. Когда я сделала такой выбор, ну, когда уже почитала свой доход, ушла, в смысле, в компанию Reflame, ушла со школы. Когда зарплата, по сравнению с зарплатой учительской, у меня в компании Reflame была в 3 раза больше. Делайте выводы. Ну, присоединилась к компании Reflame, стала серьезно заниматься, взяла статус директора, горжусь собой, то, что поверила в компанию Reflame. Хотя, вот, как консультант, новичок, я, наверное, была самым тяжелым новичком, консультантом, потому что вот все, что мне говорили, я ни во что не верила, абсолютно. Вот мне говорил спонсор, а, кстати, моим спонсором является моя замечательная сестренка, ее зовут Рамеля. Ну, все, что она мне рассказывала про возможности компании Reflame, я не верила. Она меня спрашивала прямым текстом, у тебя есть мечта? Я говорю, да, конечно. Но мечта моя была, это квартира, машина шикарная. Ну, я, конечно, сказала о своей мечте, ну, так думаю, сбудется, не сбудется, посмотрим. Ну, вот, уже 7 лет я с гордостью могу заявить, что моя мечта сбылась, это двухкомнатная квартира в центре города, это иномарка, машина Honda Accord. Да, класса люкс. Вот, мои мечты сбываются в компании Reflame. И еще была самозавидная мечта, чтобы ко мне присоединилась в компанию Reflame, присоединилась моя мама, ее зовут Римма. Вот, моя мечта в этом году исполнилась. Она сейчас на данный момент является менеджером компании Reflame на 18%. Будущим директором, точно станет, будет директором. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом, я продолжаю мечтать. Моя следующая мечта, я очень хочу путешествовать и посмотреть мир с компанией Reflame. Я благодарна моим спонсорам, я очень гордуюсь моим состоящим спонсорам, это Альбина Хафизовой, Ириком Хафизовым. Они действительно для меня пример, как путеводители, я их очень люблю. И очень люблю свою команду. Я знаю, я верю в то, что они тоже, у них тоже у всех есть мечта, и она обязательно сбудется с помощью компании Reflame. Вам желаю удачи, мечтайте с компанией Reflame, возможно, все.